Доброго дня, уважаемые зрители! Решил записать в видео ответ на массу вопросов, у которых примерно одного и того же плана. Где взять время? Какие практики тайм-менеджмента вы используете? Личная эффективность, не личная эффективность? Давайте с вами вот это все обсудим. Итак, первое. Первое – это какой у вас вообще критерий успеха? Вы хотите стать великолепным поваром? Так это цель. Что вы хотите? Определитесь прежде всего, что является вашим целевым состоянием. Это очень и очень важный фактор, потому что приходится вот сейчас контактируясь с молодежью, 20-26 лет. У меня нет целевого состояния. Определите свое целевое состояние. Я хочу к 45 годам быть известным доктором с доходом не менее 150 тысяч рублей в месяц. Хотя бы что-то похожее. Потому что если у вас нет вот этого цели, то о каком мы говорим успехе? Успех, 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 успех. Как мне надоели тренеры личного роста? Хуже чумы уже. Я уже об этом говорил, но это просто отвратно. Давайте с вами четко понимать, что успех – это критерий достижения вашей цели. Если у вас не цели, то никакого успеха нет. Вы можете совершенно случайно выиграть в лотерею 100 миллионов долларов, условно. Так вот, это не успех, потому что вы не шли конкретной цели. Я на всех случаях тут отметил, что это моя личная вина. Народ потом шумит, говорит, ты не прав. Ну, не прав, значит, не прав. Итак, мы с вами определились, что у нас должна быть цель, должна нам самим, да? Если мы хотим говорить про успех. У нас есть цель. Мы к ней движемся. В рамках движения, да? Успех – это критерий достижения этой цели. Хорошо. Теперь эффективность. Эффективность – это не что иное, как скорость движения к цели в единицу времени. Ну, можете другое слово подставить здесь. Я вот так придумал. Насколько мы эффективно движемся? То есть, у нас есть цель, так как я уже сказал, да, там, стать режиссером фильмов, художественных, гонораром, иметь 300 тысяч рублей к 52-м годам. Насколько эффективно мы к ней движемся? Мы можем достичь этой цели быстрее или медленнее? Грубо говоря, нам надо поступить в специализированное учебное заведение, мы можем, в принципе, поступать не вот три года подряд. А можем поступить с первого раза. Насколько мы эффективно в нем учимся? То есть, эффективность – единицу времени. Мы можем производить три единицы продукции без брака, можем производить 30. Просто тогда нам надо 80% времени не играть в телефон. Это очень большая проблема молодежи. Сконцентрироваться на конкретной задаче и к ней по ней двигаться. Далее. Силы. Ваши личные силы – это совокупность ваших показателей, которые позволяют с максимальной эффективностью достигать успеха в рамках той цели, которую вы себе поставили. Ну и, соответственно, время. Время – это, уже все сказали, невосстановимый ресурс. Даже здоровье, в большинстве случаев, можно как-то восстанавливать, да, с учетом, если у вас есть доступ к хорошим медицинским услугам, качественным, к дорогим лекарствам. Ну, сами знаете. Понятно, что если вам оторвало руки и ноги, там, на голову, то это уже ничего не поможет. Но, в общем-то, перспектива есть, да. В любом случае, какие-то, хоть что-то попробовать. А вот со временем никак, даже если вы триллиардер, ничего не поможет. Время, оно не восстанавливается. Даже в сказках оно не восстанавливается. Даже если вы попадете каким-то образом в прошлое, там вы будете уже сами. И в любом случае, в свое потерянное время вы не вернете. И поэтому время – это критический ресурс. Также, конечно, чуть менее критический – это здоровье, ну и так далее. Ивертайм-менеджмент – это искусство правильно тратить время. Что такое правильно? Правильно, если вы тратите время, чтобы становиться сильнее, и с большей эффективностью двигаться к успеху в рамках поставления цели. Если ваша цель – стать журналистом, то, например, чтение «Яндекс.Дзен» для вас вполне может быть деятельностью, которая делает вас сильнее. Если ваша задача – стать хирургом в области нейрохирургии, то совершенно непонятно, как она делает вас сильнее. И не надо перекладывать это на родителей, братьев, сестер, руководителя на работе, учителя в школе, преподавателя в вузе. Это ваша цель. Это ваша цель. Это ваш успех, либо не успех. Это ваша эффективность и ваша сила. Ключевым атрибутом успеха, я считаю, эксплуатацию временных ресурсов в интересах увеличения силы. Каждый день я выделяю несколько минут в конце дня и задаю себе вопрос. Нет, я не веду каких-то великих журналов с поисками пожирателей в Риме, недавно уже это все перерос. Но вначале вполне возможно, что это вам понадобится. Ну, хотя бы начните с того, опять же, я говорил в прошлом видео, не надо строить церковь, сначала пристройте сироту. Сделайте малое. Задайте себе в конце дня вопрос. Какой, какие действия мои, да, какие мои активности увеличивали мою силу или увеличивали ее эффективное применение? Еще раз напоминаю. Ваша сила, допустим, вы хорошо владеете оружием, но при этом вы можете лениво дремать, когда ваши там конкуренты ходят, допустим, на задания, да, как в игре, да, в онлайн. Да вы можете играть в игру один час и выполнять одно задание. Ваши конкуренты сто заданий. И, соответственно, если они поставили себе цель, например, стать героем в игре, а я не обсуждаю чужие цели, для меня это вообще личное дело каждому, то они достигнут этой цели сильно быстрее. И то, что вы, может быть, лучше, чем они умеете играть, лучше, чем кто-то умеете печь пироги, это совершенно не факт, что вам поможет. Это то, о чем мы говорили. Человек может быть очень компетентным, но при этом совершенно не желать это все применять в реальной практике. Либо неэффективно применять. Внутреннее сопротивление, саботаж. Разве вы не сталкивались с тем, когда топовые специалисты, собранные в отдел, делают продуктивность хуже, чем стажеры? Я лично сталкивался. Они просто не хотели работать над этой задачей. И вот так они сидят уже полгода, получают зарплату, еле-еле дергаются. А что у них? Маленькая сила? Нет, они сильные. Они просто совершенно неэффективны. Эффективность – это сложнейший показатель. Он складывается не только из вашей силы, но и из вашей мотивации, из того, насколько вы внимательны, погружены и так далее. Определите, что делает вас сильнее – это минимум. Что делает вас эффективнее – это максимум. Но давайте четко понимать, что если вы слабы, то эффективны вы не будете. Сильный человек может быть неэффективен. Слабый человек точно не будет эффективен. Именно в той дороге, по которой вы идете. Если вы поставите себе цель стать самым известным шелтом-звездой, то вам надо ходить на партии, вам нужны скандалы. Идите так вот. Каждый раз вы ставите себе конкретные цели. В рамках нее определите свои сильные стороны, развивайте эти сильные стороны. Что для вас сил? Что для вас слабость? То, что на одной дороге сила, на другой дороге может быть слабостью. Что для воина сила, то для дипломата вполне может быть с этой слабостью. Дипломат изначально идет договариваться в условиях, когда на него направлено 500 луков и 200 мечей. И тот факт, что он может быть научиться сражаться так, что сразит не одного, а двух лучников и одного мечника вражеского, ему не поможет. Даже если он сразит четырех, его убьют в любом случае. Но если он победит, то все эти войны станут не врагами его стороне, а наоборот, помощью и защитой. вот критерий. Поэтому тайм-менеджмент или управление личным временем у каждого свой. Но если у вас, что является ключевым посылом вот этого видео, нету целей, то как определить к ней дорогу, как измерить успех, как понять, что на этой дороге сила, что слабость, как можно вообще говорить об эффективности. И для меня очень странно, когда вы меня спрашиваете, правильно ли я трачу свое время. Не знаю. У вас нет компонентного критерия. Правильно ли, неправильно? Если вы решили стать доктором философии, то я не уверен, что вам нужно изучать сопромат. Разве это как-то сделает вас сильнее на той дороге, на которую вы встали? Если вы хотите стать великолепным маркетологом, я не понимаю, для чего вам изучать медицину. Это первая половина. Вторая половина – это история об отдыхе. Знаете, у меня такое впечатление, что все А – обиженные, Б – уставшие. Человек, который постоянно пытается отдыхать, вызывает у меня великие вопросы по поводу того, ему действительно нужна та цель, которую он себе поставил. Вот моя позиция здесь очень простая. Если вы не готовы отдать всю свою жизнь ради цели, так не ставьте ее. Просто существуйте, просто живите. Это тоже. Жить без цели – это тоже цель. Моя цель – открыть свой собственный бизнес. Ты вот это, вот это с этим ознакомился, с этим ознакомился, с этим ознакомился, ты налоговый код изучил. Как у тебя с работой с персоналом? Понимаешь ли ты основные фундаментальные принципы современной логистики? Потому что, если ты хочешь что-то заказывать из-за границы, здесь это как минимум переупаковывать и дальше отправлять в точке продаж. Ах, да, ты хочешь открыть этот магазин, а вот это ты понимаешь, а вот это понимаешь. Встречаемся через там год, с места не особо сдвинулся. Почитал пару книг, но всем рассказывает, что завтра будет открывать свой бизнес, либо, может быть, станет топ-менеджером. Да здесь даже не суть важно, что. Если вы не хотите кем-то стать в итоге, если у вас нет целей, то будьте просто. Вот как повезет. То есть идите просто по течению. Просто. Ну вот, не задумываясь о том, куда вас ведет дорога. Вы просто выходите из дома, да, здесь ключевое слово, просто не особо раздуманно. Выходите из дома, куда-то идете. Разве вам не приходилось так вот просто гулять, да? Вот я когда приезжал, все, будучи юным, да, в деревню бабушки, я выходил и без какой-то осознанной цели, например, шел куда-то гулять в каком-то направлении. Ну, благо там все было благополучно, скриминогенная обстановка, ее там просто не было. И я мог полчаса идти, куда мои глаза глядят, то не глядели вправо, то не глядели влево, а потом, ну, допустим, полчаса идти опять же обратно по другой тропе. Понимаете? Это не плохо и не хорошо. Просто не надо обманывать самого себя и окружающего. Это одна из причин неврозов, когда я не смогла, я не... Ну, приходилось давно общаться с девушкой, которая мечтала стать известным на кто. Я не смогла, я не смогла. Ну, начали разбираться, выяснил, что он ничего толку мы для этого не делал. Нет, посещение тренеров личного роста это не путь. Потому что, вот, собственно, весь мой тренер личного роста умещается в это видео для вас. Я даже не знаю, что еще долго тут буду продолжать. Да. Любое достижение в профессии состоит из soft skills и hard skills, профессиональных навыков и личных навыков. Ну, в случае, если вы хотите еще занять управленческую какую-то позицию, будь то коммерческая или государственная структура, да хоть не... как они называются, некоммерческие организации, то еще управленческие компетенции. Управленческие знания, умения и навыки плюс готовность их применять. Личные компетенции плюс готовность их применять. Профессиональные компетенции, да, опять же, знания, умения и навыки. Что такое компетенция? Это знания, умения и навыки плюс готовность его применять. Вот и все. Вот и все. Потому что встречаешься с человеком, Он говорит, я хотела стать танцовщицей, я хотела танцевать. Так танцуй. Нет такого понятия, как мечта. Я вообще такое понятие не признаю, фундаментально не признаю. Потому что все, что оно из себя представляет, это бесконечный источник неврозов, расстройств, психозов, скандалов. Вот я мечтал стать певицей, но потратил на тебя лучшие годы своей жизни. Так иди, почему-то не стал. Рабство отменили. Мне дико просто, когда люди приходят и всерьез говорят, мы хотим работать в IT, потому что нам сказали родители, что тут много платья. Рабство отменили. Определите свою личную цель. Если вы не можете определить свою личную цель, тогда, значит, у вас ее нет. Тогда у вас нет никакой дороги к успеху, никакого пути к силе, никакой эффективности. И вообще вы тратите время, а вы его не тратите. Вы просто в нем существуете. Время для вас не ресурс. Это просто один из аспектов бытия философских. А если вы предпочитаете мечтать, ну, допустим, я могу сейчас мечтать о том, что, ну, я не знаю, почему у меня за окном нет каких-нибудь волшебных плавающих островов. Это какой-то бессвязный набор иллюзий. И не более. По этому поводу я могу впасть в невроз. Почему я не стал маленьким принцем? Почему я не улетел на другую планету? Почему я не стал космонавтом? Чушь, чушь, чушь и дичь. Нет, если вам нравится быть меланхоликом и пациентом-психотерапевтом, то это не вопрос. Но только не надо это выдавать за эффективность, там, тайм-менеджмент, и сыпать этими словами, даже не понимая, что за ним. Понимаете, сам критерий. Вот у меня много пожирателей времени, да, как этих, да, то, о чем Глеб Архангельский рассказывает. Я не буду его повторять. Кому надо, найдите книги, курсы Глеба Архангельского. У него сайт есть, там все написано. Так нет у вас пожирателей времени, потому что время для вас не ресурс. Нет. То, что вы к 35 годам неожиданно обнаруживаете, что у вас пустая история работы, и надо срочно достичь какого-то успеха, да нельзя достичь успеха. Можно достичь цели, и это будет успехом. Можно случайно выиграть миллион долларов в лотерею, и это будет удачей. Вы купили лотерейный билет, и он выиграл три квартиры в Москве и два миллиона долларов. Это удача. Мы знаем историю, когда дворники находили вон билеты выигрыша, где он женщина там год и полтора назад выиграл какую-то огромную, даже уже в России, сумму. Я ей завидую? Нет. Нет. Я ей не завидую. Я вообще не завидую. А кому можно вообще вот так, да, кстати, не написал название, а зависть? Давайте, это будет третья часть видео. Давайте разберемся. Людям, которые словили удачу, как можно завидовать? Ну, удачей ее нельзя управлять. То есть мы все можем пойти купить лотерейный билет. Повезет, не повезет. Людям, которые не идут вообще ни по какой дороге, а что мне им завидовать? Я осознанно выбрал свою дорогу и осознанно иду по ней уже много лет. И, собственно, вы видите, внизу вот попись, да, корпоративный архитектор, архитектор IT-решений, директор информационной технологии. То есть у меня уже, по сути, три профессии, как минимум, да. Ну, еще надо бы написать менеджер IT-проектов, но я не стал это делать, ну, как там, с директором IT-небец. Ну, мне чисто эстетически не нравится. На самом деле у меня четыре полноценных роли. И я могу эти четыре полноценные роли выполнять абсолютно в любой компании, в которой есть бизнес-процессы и IT. Ну, собственно, мы понимаем, что в любой даже госструктуре есть и IT, и процессы, пока выпуская даже не меняется. Так вот, мне завидовать людям, которые не имеют своих целей? Нет. Не получается, потому что у них нет. Мне завидовать людям, которые прошли по моей дороге, ну, выбрали такую же цель, как моя, и прошли дальше, и они более успешны, то есть работают в компаниях на уровень выше, чем в тех, в которых я работаю, или тех, в которых меня приглашают. Нет, это значит, что я был недостаточно силен и недостаточно эффективен. Чему ж тут завидовать? Потому что они были более сильные и более эффективны, и более качественно вкладывались в развитие себя, и дальше прошли по дороге. Ну, как тут надо не завидовать, тут надо усиливать, увеличивать свои собственные усилия, по увеличению силы и по увеличению эффективности применения этой силы. Ну, кому не завидовать? Этим нет, этим тоже нет. Людям, которые пошли по другой дороге вообще и достигли гигантских успехов, так, и хорошо, они подтверждают то, о чем я сейчас говорил. Почему я был с ним завидовать? А так, да, все уставшие, обиженные и в зависти, да. Этот завидует соседу, что у него машина дороже. Так поставь себе такую цель, определи дорогу, иди по ней, чтобы твоя машина стала дороже машины соседа. Это тоже цель, это тоже полноценная цель, но нет смысла делать вербальные интервенции, то есть говорить об этом. Есть смысл двигаться, если для тебя это достойная цель, и ты готов ее принять как свою цель, купить машину в два раза дороже машины соседа, достойно моего уважения. Я уважаю людей, которые идут к конкретным целям, даже если эти цели могут кому-то показаться неприятными. Да. Мне все равно. Тому, что кажется приятным, неприятным. И да, как следствие, у вас изменится самооценка, потому что вас будет беспокоить ваша собственная дорога, как вы по ней идете, как вы оцениваете свой путь по этой дороге. И вас будет беспокоить, не то, что даже беспокоить. Вы будете спрашивать у тех, кто идет по этой же дороге, ну, это грамотно, это бенчмаркинг, да, как бы они вас оценили, достойно, правильно ли вы идете или нет. Но, опять же, это не значит, что их мнение для вас будет истинная последняя станция. Это будет полезное сравнение. Если они вам ответят, то поблагодарите их. Вот мне, на самом деле, на старте много помогали. Я очень благодарен людям, которые помогали. Мне увидеть мою слабость. Будь то слабость в блоке HR, в блоке IT, в блоке коммуникации и так далее и тому подобное. Ну, вот о зависти мы с вами поговорили. Об усталости, да, человек сидит в офисе 8 часов, устал насмерть. Помните, я вам говорил про развитие, о том, что люди, которые работают, ну, в разных сферах, меня спрашивают, как перейти в IT, я им даю книгу, уже забыл, честно говоря, какого автора, но уже какое-то некоторое время не давал, которая называется «Основа искует». Ну, там, простенькая, простенькая, и эти люди исчезают. Так же там «Основы питом» давал, у меня было несколько книг таких купленных в печатном виде. Ну, простенькие книжки, дешевенькие, что-то за полкуса, что-то, ну, что-то в таком духе. Суть в том, что люди просто исчезали, да, потом ты с ними сталкиваешься, жизнь тебя с ними сводит, и как? Да, вот, пока не открывал. Семья, дети, ипотека, когда… У меня спрашивают, когда. У меня спрашивают, когда он ко мне пришел, говорит, я хочу встать на дорогу, в конце концов, цель – это программист, зарплата у которого там в пять раз выше, чем у меня сейчас. И он у меня теперь спрашивает, когда ему найти время, чтобы стать сильнее, чтобы стать веком того, что безумным стали. У нас не детский сад, это взрослая жизнь. Взрослая жизнь – это когда ты сам отвечаешь за свою дорогу. Или за то, что вообще тебе неинтересна никакая дорога, ты мастер дзена, и ты пойдешь куда угодно. А так все устали, все устали. А я скажу так, что моя дорога стабильно потребляет не менее, не менее 14 часов, 6 дней в неделю, пусть будет по-другому, 12 часов, 7 дней в неделю. Моя дорога стабильно потребляет вот столько времени, которое тратится на увеличение силы, эффективность. Такая история. В какой-то момент времени я отказался от компьютерных игр, потому что они никак не увеличивали мою силу на дороге, и так далее, и тому подобное. Да, и идти по дороге нередко – это жертвовать. Но это не абстрактная жертва, когда мне говорят, вот, я пожертвовал всю свою жизнь. Нет. Это жертва на алтаре. Это жертва на алтаре своей личной силы и своей личной эффективности. Если вы после жертвы не получили воздаяние, значит, вы неправильно пожертвовали. То ли не то, то ли не туда, то ли не так, как на… Без жертв. Силы нет. Вы жертвуете, когда идете к цели постоянно. Вместо того, чтобы пойти гулять с приятелями, с подругами, вы открываете ученую книгу, включаете курсы, смотрите. Вместо того, чтобы съесть целый торт, вы отрезаете от него маленький кусочек, потому что вы хотите сбросить вес и выглядеть более классно, да, стать более здоровым. Потому что, давайте посмотрим правде в глаза, человек, у которого очень плохое здоровье, очень вопросительно будет эффективен. Причем практически в любых сферах, потому что с очень плохим здоровьем, ну, даже в сфере программирования, если у вас, простите, спину перманентно сводит, то быть классным программистом не так просто. Если вы не следите за своим питанием, у вас перманентно болит желудочно-кишечный тракт, вы правда уверены, что вы сможете быть там эффективным сотрудником, руководителем? Вы на совещании будете сидеть и думать, что мне делать, у меня сейчас выгорят там отжоги желудок, вместо того, чтобы слушать, что вам говорят. Поэтому здоровье, да, это тоже ресурс, я просто их тут не стал все перечислять. И в него тоже нужно вкладываться по мере того, как вы идете по дороге. Да, у меня на канале есть видео про спорт, да, у меня вот мое видение по спорту, оно вот такое. Не значит, что оно правильно, да, значит, что я так иду. То есть усталость проговорили, зависть проговорили, да, а еще все обижены, ну и оскорблены. Они всем оскорблены. Оскорблены тем, что государство им не выделило сто мешков денег, оскорблены тем, что их на работе автоматически не продвигают, если не отработали на них год-полтора-два. Оскорблены отношениям, оскорблены, 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 оскорблены. Это вот проблема, опять же, того, что мы ищем оценку своего успеха и своей эффективности не на своей дороге. Либо вообще не выбираем дорогу, но завидуем. Обратите внимание, как я сказал, если вы не выбираете никакой цели и у вас нет дороги, вы вообще просто шатаетесь по чужим дорогам, либо просто, ну, с закрытыми глазами. Почему вас оскорбляет успех других людей? Почему? Почему этот успех вас оскорбляет? Да, и оскорбление очень часто ваше внутреннее превращается в зависть. Это те самые люди, которые стонут. А давайте введем налоги на успешных людей, а давайте введем налоги, а давайте отберем и поделим. Мы же сами не хотим тратить и жертву. Вы думаете, я с таким не сталкивался? Да неоднократно. Не так давно даже. Почему вот тот сотрудник приходит, почему тот сотрудник получает в три раза больше, чем я? Ну, так он в три раза сильнее и в разы более эффективен. Он просто делает по количеству задач сильно, он значительно больше, и эти задачи значительно сложнее. И я, как человек, прошедший по этой же дороге дальше, чем и ты, пришедший ко мне, и тот сотрудник, оцениваю вас ровно в три раза разницу. Я оскорблен, я увольняюсь. Увольняйся. Неужели вы думаете, что вы способны вызвать у меня какое-то переживание, страх или еще что-то, там, заботу? Правильно прийти и сказать, как мне стать сильнее, эффективнее, как мне продвинуться так, чтобы обогнать его, и чтобы мне платили больше, чем мне. Ну, это очень большая редкость такое, слушайте. Будет оскорбление, зависть. Я очень устаю, а он тоже устает. Только вместо того, чтобы отдыхать, он продолжает развиваться, проходя курсы, развиваясь, беря дополнительные задачи, дома сидя над ними, включая ноутбук, и сидя, у него нет семьи. Так, стать хорошим семьянином, это тоже цель. Можно, кстати, да, можно идти по нескольким дорогам. Ну, только давайте понимать, что если вы разделяете свои ресурсы на несколько дорог, то великого успеха на одной уже достичь не получится. Даже если они там друг друга поддерживают, не получится. Бывают, конечно, какие-то мега-исключения, но опять этот человек пожертвовал там кучей всего, мы просто этого не знаем, чем он пожертвовал. Если вот тот коллега пожертвовал семьей, возможность ее создать ради того, чтобы становиться сильнее, то, значит, он и заслуживает большего уважения на кареты конкретной дороги. Если мы будем сравнивать дорогу успешного семьянина, то, наверное, вот вы, уважаемый пришедший ко мне, более заслуживаете уважения на этой дороге. Но мы ее не сравниваем. Я на работе дорогу семьянина, она мне неинтересна. Это правда жизни. Нравится она, не нравится. А она вот такая. На этом спасибо за внимание. Будьте счастливы, будьте осознаны. И до встречи.